Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Накануне Дня Металлурга на территории Московского коксогазового завода прошло торжественное мероприятие. Металлургия – это стержень любой экономики, любой страны. В рамках программы «Комфортная городская среда» в Ленинском городском округе благоустроят шесть дворовых территорий. Две-три недели неудобств, но зато потом люди годами смотрят на хороший ухоженный двор. День донора прошел во дворце спорта «Видное». Никогда не сдавал, была такая идея, но вот сегодня все-таки решился, увидел объявление, думаю, нужно сходить обязательно сдать, попробовать, что это такое. 16 июля в России будут отмечать День Металлурга. В преддверии праздника в Видном на территории Московского коксогазового завода прошло торжественное мероприятие под названием «Крепче стали». Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Борисова. «Крепче стали» – так назвали работники Московского коксогазового завода мероприятие, приуроченное ко Дню Металлурга и 20-летию компании «Мечел». Конечно, любая страна, если мы хотим быть счастливыми, независимыми, жить в мире, должна иметь сильную экономику. А металлургия – это стержень любой экономики, любой страны. Я надеюсь, еще долгое время мы будем занимать в этой отрасли достойное место. На праздник пришли не только действующие сотрудники Московского кокса, но и ветераны, отработавшие на предприятии не один десяток лет, а также представители администрации и депутатского корпуса. За производственными показателями стоит большой труд всего вашего коллектива, в которой каждый специалист ответственно и грамотно выполняет возложенные на него обязанности и свою работу. Важно, что на заводе бережно относятся к традициям, заложенным первостроителями города Видное. Желаю всем здоровья, благополучия, счастья. Пожелать успехов в это сложное и тяжелое время, чтобы действительно поставленные задачи и цели, и указания наших руководителей партии и правительства были реализованы и не в убыток организации и коллективу. Поэтому действительно очень важно, чтобы и зарплата была достойная, и качество работы было хорошее. Музыкальные номера чередовались с теплыми словами поздравлений и награждением наиболее отличившихся сотрудников. Среди них мастер по ремонту оборудования коксового цеха Михаил Еремин. На Москоксе он трудится уже 32 года. Начинал дежурным слесарем, затем дорос до бригадира, а сейчас руководит бригадой из 20 слесарей-сварщиков. Сын Михаила тоже успел поработать на заводе. Теперь по его стопам думает пойти дочь студентка института стали и сплавов. Администрация завода делает все для того, чтобы мы были довольны. Здесь претензий нет. Путевки в провокторию, санатории, поездки от профсоюза, повышение зарплаты. Все адекватно. Профсоюз стоит на страже. С праздником пожелать здоровья, счастья и всем удачи. Отдельно поблагодарили ветеранов предприятия. Среди них мы заметили бывшего аппаратчика кислородного цеха, а ныне контролера кинотеатра «Искра» Галину Чеканову. 37 лет она отдала заводу и до сих пор День Металлурга считает своим профессиональным праздником. Зарплата была хорошая. Жили хорошо, дружно. Все с цеха ходили в профилакторию. Все дружные были очень. До сих пор у нас встречаемся как родные. Когда я обзваниваюсь, собираю какие-то мероприятия, они очень рады. И ждут. В прошлом году вот у нас приезжали сюда на завод мало, а сегодня, в этом году, требовали, даже просили. Пригласите, пригласили. Потом у нас чай пить, потом поздравляю с праздником. Сейчас, конечно, мы помогаем уже СВО. Ветераны у нас в строю. Они, ну что им дома делать? На даче сидеть. Сейчас на предприятии трудится около 900 человек. Из них почти 700 – жители Видного и Ленинского городского округа. Приходят новые молодые кадры, сменяются поколения, модернизируются процессы. Но главное остается неизменным. Москокс для каждого работника становится вторым домом, в который хочется возвращаться снова и снова. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На московском коксогазовом заводе в преддверии 20-летнего юбилея предприятия и Дня Металлурга прошел конкурс электрогазосварщиков. В состязании «Лучший по профессии» участвовали семь мастеров своего дела. От их работы искры летят в буквальном смысле слова. Электрогазосварщики московского коксогазового завода выясняют, кто более умело управляется со своим инструментом. Конкурсы «Лучший по профессии» проводятся на предприятии уже четвертый год подряд. Обычно проводим ко дню Металлурга. Ну и в этом году у нас юбилей, 20 лет Мечилу. Как бы все мероприятия в этом году приурочены к имнакерой дате. Соревнования проходили в несколько этапов. В первом испытании конкурсантам нужно было ответить на 14 вопросов по теоретической части. Во втором продемонстрировать свои профессиональные навыки при сварке трубы в неподвижном положении. И показать свое мастерство управления газорезчиком. Не обошлось и без творческого задания. Каждый участник должен был придумать, а потом изобразить на фрагменте металлического листа символ к дню рождения завода. Жюри, специалисты, которые... Ну, я как начальник цеха, директор департамента ремонтов в СССР, ну и мастера именно участка по монтажу и сварке. Как бы мы оцениваем все критерии. Константин Федотов уже 6 лет работает в цехе водоснабжения. Занимается демонтажом труб. Не пропускал ни одного конкурса «Лучший по профессии». В одном соревновании даже стал победителем. На самом деле все сложное. Там, допустим, снятие фаски двухсторонней, то есть V-образной. Потом это все будет завариваться, проверяется качество шва. Также труба варится под 45 градусов, неповоротный стык. В этом году это уже третий конкурс профессионального мастерства. Также на заводе проводили соревнования среди электромонтеров и слесарей-ремонтников. В ближайшее время в состязании поучаствуют и лаборанты химического анализа. Мы всегда гордились нашими работниками и поэтому всегда принимаем активное участие в конкурсах профессионального мастерства. Это, во-первых, и дань профессии, и еще и привлечение на рабочие места работников. Потому что на самом деле сейчас очень остро стоит вопрос дефицита кадров практически на всех наших предприятиях. Конкурсная комиссия отметила, что все участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Ну а победителем соревнований электрогазосварщиков уже во второй раз стал Константин Федотов. Независимо от результатов, все мастера получили подарки. А призеры – денежные премии. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В этом году в рамках программы «Комфортная городская среда» в Ленинском городском округе благоустроят шесть дворовых территорий. Что входит в перечень работ и по каким адресам пройдет реконструкция, узнала наш корреспондент Юлия Пагасьян. В ближайшее время вид нам на еще одну благоустроенную территорию станет больше. Сейчас масштабные работы идут во дворе дома номер 39 по проспекту Ленинского комсомола. Строители уже заменили бордюрный камень, сняли старый асфальт, занимаются укладкой нового тротуарного покрытия. Это ремонт лестницы, здесь своя специфика, есть определенные за разницы высот. Это ремонт подпорной стенки, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. А так, скажем так, список работ зависит от каждого конкретного двора. Контейнерная площадка, которую мы с вами видим, тоже, соответственно, будет ремонтироваться. В каждом дворе есть свои трудности, с которыми нужно решать. Также здесь установят новую детскую площадку, скамейки, урны, информационные стенды. В этом году в рамках программы «Комфортная городская среда» в Ленинском округе благоустроят шесть придомовых территорий. Уже завершились работы на трех объектах. Список адресов утверждается специальной комиссией. Учитываются заявки местных жителей. А здесь уже за домом рабочие также сняли асфальт, чтобы положить новый, а еще появятся столбы освещения. Это тоже был запрос местных жителей. Как и любой ремонт в квартире, во дворе, в доме – это всегда неудобство для жителей. Это всегда выход из зоны комфорта. Две-три недели неудобств, но зато потом люди годами смотрят на хороший ухоженный двор. На проспекте Ленинского комсомола окончание работ запланировано на конец июля. К осени комплексное благоустройство завершится на оставшихся двух объектах. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнар Абалаева. ВиднетВ. Люди, пришедшие в этот день во дворец спорта, видны разные по возрасту, семейному и социальному положению. Но объединяет их одно – желание помочь ближним. Традиционный день донора прошел в Ленинском округе. Подробности расскажет Максим Козлов. Дворец спорта – видная традиционная площадка не только для спортивных батарей, но и для праздничных мероприятий, проводимых в Ленинском округе. Но сегодня в фойе люди, которые пришли не на зрелище посмотреть, а сдать кровь и внести свой вклад в борьбу медиков за чью-то жизнь. Никогда не сдавал, была такая идея, но вот сегодня все-таки решился, увидел объявление, думаю, нужно сходить, обязательно сдать, попробовать, что это такое. Ну, во-первых, помочь людям, кто нуждается в крови, ну и, в принципе, для себя, как говорится, немножко здоровья. Действительно, процесс сдачи крови положительно сказывается на самочувствии. Кроме того, это, по сути, полноценный поход к врачу, где могут выявить и проблемы со здоровьем. Регулярно сдавая кровь, вы следите автоматически за своим здоровьем. То есть лишний раз не выпьете, не покурите. То есть вы приходите, вам тут давление, сахар. Если что-то в дневном, тебе уже сказали, да, ты сегодня не сдашь, но тебе уже сказали, у тебя не все в порядке, иди в больницу, проверяйся. Это тоже очень важно. Подготовка к сдаче крови куда более сложный и долгий процесс, чем сама процедура. Но врачам важно установить, что человек не нанесет вреда прежде всего себе. Определенному проценту пришедших, увы, отказывают. Основные причины – это какие-то хронические заболевания. То есть человек где-то наблюдается, лечится, приходит сдавать кровь, ему, соответственно, говорят, что это для него не очень полезно и небезопасно, поэтому сдавать кровь не может. Порядка 10% бывает больше, бывает чуть меньше, но средняя цифра – это около 10%. Среди более чем 60 человек, пришедших сегодня на День донора, немало новичков. Многие из них осознают, что процедура сдачи крови в наши дни наполняется особым смыслом. Все знают, что непростое у нас время, да, у нас много очень ребят в зоне боевых действий, и я считаю, что на данный момент, в первую очередь, мы сейчас помогаем им. По словам сотрудников общественной организации «Красный крест», в настоящий момент всего в Ленинском городском округе зарегистрировано порядка 100 активных доноров. Максим Козлов, Наталья Чепурная, Максим Константинов. Видное ТВ. 15 июля свой профессиональный праздник отмечают акушеры-гинекологи. Врачи заботятся о здоровье сразу двух пациентов – мамы и ее будущего ребенка. Почему доктора выбирают именно это направление, с какими проблемами сталкиваются и как переживают таинство появления новой жизни, специалисты Видновского перинатального центра рассказали нашему корреспонденту Галине Житковой. Доктор Куликов – яркий пример того, что и слегка модифицированные крылатые выражения акушерами-гинекологами не рождаются, ими становятся, может ошибаться. Ильяс Александрович появился на свет именно в свой профессиональный праздник. Пациентки любят врача за чуткость, внимание и доброту. Приезжают из разных уголков Московской области. Он ответственно подходит к своему делу, то, что к операции, все сохраняет, все, хотя пугали в других местах, то, что будет совсем другой сход, поэтому о нем только самое лучшее впечатление. Все мы здесь по несколько недель на даже не сохранении, а наблюдении, наверное, потому что мы находимся в группе риска по кровотечению и так далее, экстренной операции. Еще один врач отделения патологии беременности Анзор Загаштоков решил стать акушером-гинекологом во время учебы в медицинском колледже. С пониманием относится ко всем сложностям, что возникают в процессе работы. Беременность все-таки протекает по-разному. Это изменение гормонального фона, это изменение психоэмоционального состояния женщин. И где-то нужно быть более лояльным, где-то нужно быть более терпимым. А это порой очень сложно в нашей профессии, когда приходится очень много работать. В Видновском перинатальном центре 44 врача-акушера-гинеколога. И каждый доктор знает, что в ответе сразу за две жизни – мамы и ее будущего ребенка. Отмечают, что равнодушных людей в этой профессии нет. Какие бы ни были сложные ситуации, какая бы ни была сложная пациентка, как бы сложно не протекали ее роды. Вот этот момент рождения здорового ребенка, что мы все смогли, мы правильно выбрали тактику, это привело к рождению здорового малыша. Мы очень счастливы всегда. Может быть, даже более, чем сама пациентка, потому что мы знаем, какой ценой это все досталось. Заведующая акушерским отделением Ирина Закревская помнит многих своих пациенток. Говорит, о другой профессии даже не думала, потому что родилась в медицинской семье. Все мои родственники – папа, дядя, все врачи. Я не скажу, что это акушер-гинекологи. Папа у меня патолгонатом, дядя инфекционист, тетя педиатр. Поэтому и мой выбор пал на медицину. В 14 лет я пошла работать в операционный блок родильного отделения санитаркой. И с тех пор моя непрерывная карьера связана с медициной. Акушер-гинеколог женской консультации на змея Алиева тоже из медицинской семьи. После девятого класса решила, что станет врачом. Считает свою профессию командной работой. Не отказывает пациенткам в любой помощи. Акушер-гинекологи – это всегда еще и психологи, потому что пациенты приходят, у них эмоциональный настрой, у беременных очень лобильная нервная система. Поэтому мы еще и психологи, мы подруги, мы поддержки на приеме. Все акушер-гинекологи считают, что быть причастным к появлению новой жизни – это главное и самое большое удовольствие от профессии. Но к тому длинному и трудному пути, который этому предшествует, готов далеко не каждый будущий медик. Самое главное, я считаю, нужно полюбить эту деятельность, профессию. Полюбить именно беременных, рожениц, родильниц. И тогда появится интерес, тогда будет все получаться. Я считаю, что здесь профессионалы работают, и все безумно любят свое дело. Василисе Карповой всего один год и три месяца. Кто такие акушеры-гинекологи, пока не знает. Но папа Женя и мама Юля с благодарностью вспоминают чудесное время появления своей принцессы на свет. Меня очень хорошо встретили в приемной отделении, потом поместили в родильную палату. Очень хорошее обслуживание было. Ну, как бы, очень мне стыдно, что я не помню, кто принимал у меня роды, так как у меня были очень долгие роды, 14,5 часов, и я две смены застала. Экстремальность и экстренность, быстрота принятия решений и гигантская ответственность – отличительная часть профессии, которую выбрали они, акушеры-гинекологи. И за это их каждый день благодарят женщины, которым они помогают. Галина Житкова, Константин Бролов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. И в конце выпуска расскажем о мероприятиях предстоящих выходных. 15 июля в субботу в парке будет обширная развлекательная программа. В 15 часов на сцене парка состоится концерт авторской песни «Подруга моя гитара». В ней выступят местные авторы и участники клубов самодеятельной песни. А с 20 часов стартует проект «Ночь в парке». Различные конкурсы, мастер-классы, кинопоказ, творческие площадки ждут гостей фестиваля. В этот же день на стадионе «Металлург» состоится игра. В рамках чемпионата России по мотоболу видновские мотоболисты встретятся с командой «Ковровец» из Владимирской области. Начало в 17.00. Приходите поддержать команду чемпионов. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.